Один из праведников вышел в свой пальмовый сад, и после того, как он закончил все свои работы, вернувшись, он обнаружил, что он упустил коллективный аср после обеда намаза. И он сказал, «Инна лилляхи». Он сказал, «Инна лилляхи, я упустил коллективную молитву». И обращаясь к другим, он сказал, «Вы свидетели в том, что этот мой тот сад, пальмовый сад, я отдаю беднякам качественной милостыни. Уважаемые братья и сестры, наша религия призывает нас к объединению и сплочению, сплочению мусульман». Всевышний Аллах в Коране говорит, «Ау-зу биллахи маня шатану рожим, «Уа-тасиму бихаблиллахи джами'а вала тафарраку». Вы держитесь крепко за вер Всевышнего Аллаха и не разделяйтесь. То есть держитесь за книгу Всевышнего Аллаха и за сунну посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и не разделяйтесь, а наоборот объединяйтесь. И нет более благоприятного, более подобающего места для того, чтобы мусульмане объединялись для сплочения мусульман, чем мечеть. Мечеть — это не только постройка, это не только сооружение, это дом Всевышнего Аллаха, в котором мусульмане объединяются, в котором мусульмане укрепляют свои братские отношения, в котором мусульмане получают новые знакомства, и в котором мусульмане совершают коллективные намазы. Мы знаем, что намаз является самым лучшим телесным поклонением. Намаз является лучшим деянием, который приближает нас с вами ко Всевышним Аллаху. Намаз — это то, это первое, за что мы будем спрошены в судный день. Если у нас все будет в порядке с намазом, то и остальные дела у нас будут в порядке, иншаллах. И одно из достоинств намаза заключается в том, что вознаграждение за коллективный намаз намного больше, чем за намаз, совершенный индивидуально. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал «Саляту л-джама'ати афдоли мин саляту л-фадзи бисабьин ваишрина дараджа». Вознаграждение за коллективный намаз больше в 27 раз, чем за намаз, совершенный индивидуально. Это очень важная сунна, уважаемые братья и сестры. Она настолько важная, что даже некоторые ученые посчитали ее из числа фардуль-Айн, из индивидуальной обязанности. Но в нашем мазхабе, в шафиитском мазхабе, это сунна тун-муаккада, очень важная и настоятельная сунна. Но, к сожалению, многие мусульмане, многие наши братья пренебрегают этой сунне и не посещают коллективные намазы. В то время как праведные предшественники считали упущение коллективного намаза как бедой и грехом. Они даже соболезнули друг другу, когда кто-то из них пропускал коллективную молитву. Однажды Абдуллах бин Умар из-за того, что упустил ночную коллективную молитву, он поклонялся на протяжении всей ночи, чтобы восполнить тот упущенный ночной намаз в коллективе. Один из праведников вышел в свой пальмовый сад и после того, как он закончил все свои работы, возвращаясь, вернувшись, он обнаружил, что он упустил коллективный аср после обеда намаза. И он сказал, «Инна лилляхи». Он сказал те слова, которые желательно произносить в случае беды. Он сказал, «Инна лилляхи». Я упустил коллективную молитву. И обращаясь к другим, он сказал, «Вы свидетели в том, что этот мой тот сад, пальмовый сад, я отдаю беднякам в качестве милостыни». Обратите внимание на их отношение к джамаат-намазу. Какую важность и трепет они проявляли к джамаат-намазу. Некоторые из праведников говорили, что никто не пропустил джамаат коллективный намаз, кроме как из-за греха, постигшего его. Намаз, который совершается в коллективной мечети, дает нам возможность получить много вознаграждений и возможность очиститься от грехов. Пророк, саллаллаху алейхи ва саляма, сказал, «Ман раха иля масчиди л-джамаа, фахутутун тамхуу сайъъътан, вахутутун туктаболуу хасанатун захибан вараджиан». Когда кто-либо отправляется в мечеть для совершения коллективной молитвы, то за один шаг у него стирается грех, а за другой шаг он получает вознаграждение. И так продолжается до тех пор, пока он отправится в мечеть и вернется обратно. На важное совершение коллективного намаза указывает очередной хадис пророка, саллаллаху алейхи ва салям. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саляма, сказал, «Валладзина всебиядихи клянусь тем, в чьей власти моя душа ла кад хамамту ан амура бихатабин фаюхтатаб». Я вознамерился приказать людям собрать дрова, «ثумма амура биссалати фаюадзана лаха». Затем приказать, призвать к молитве, «ثумма амура раджулян фаяумман НАСА». Затем приказать, кому-либо встать вперед для совершения намаза. «ثумма ухалифа иля ржалин фаухаррика алейхим буютахум». Затем направиться к тем, кто не пришли, кто не присутствовал на коллективном намазе, изжечь их дома. Конечно же, посланник Аллаха не сделал это, он изжил их дома. Но этим действием он указал нам на значимость и на то, что джамаат, коллективный намаз, является очень важным действием в исламе и в жизни мусульманина. Уважаемые братья и сестры, если спросить каждого из нас, хотели бы мы получать вознаграждение, как за бодрствование всей ночи, несомненно, мы бы от этого не отказались. Но, к сожалению, конечно же, мы бодрствовать каждый день не можем физически, это невозможно, учитывая нашу работу и учебу. Но милость Всевышнего Аллаха, она безгранична. И мы с вами можем получать это вознаграждение каждый день. Пророк, салаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Ман саллал аишаа вальфаджрафи джамаатин, кана лаху ка киями лейла». Тот, кто совершил ночной и утренний намаз в коллективе, он получит вознаграждение подобно тому, который поклонялся на протяжении всей ночи. Это милость от Всевышнего Аллаха. И давайте же мы не будем упускать эту милость, которая нас наделил Всевышний Аллах. Также мы можем заметить, когда приступают к молитве, мы можем заметить наших братьев, которые бежат на намаз. Тем самым поднимают шум и гул в мечетях. Однажды пророк, салаллаху алейхи вассалям, совершая коллективный намаз, слышал шум и гул в мечети. После завершения намаза он спросил о причине этого шума. Ему ответили, что причина была спешка. Спешка для того, чтобы успеть на намаз. И тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, запретил им спешить и показал им пример, как нужно приходить на намаз. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ида укиматы ссалату, фала таэтуга тасаун». Когда приступают к намазу, вы не спешите, вы не бежите на намаз. «Ваэтуга тамшун». Вы идите так, чтобы на вашем лице было спокойство и серьезность. «Фама адрактум фасаллю». И ту часть, которую вы успели совершить с имамом, совершите с ним. «Вама фатакум фасаллю». А то, что вы упустили, совершите после того, как имам закончит свою молитву. И этим пророк, салаллаху алейхи вассалям, обучил нас и указал нам на то, как нужно приходить на коллективную молитву. И таким образом мы получим вознаграждение и воздаяние за коллективный намаз, с дозволением Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность как можно больше посещать коллективные намазы и не пропускать их. Вальхамду лиллахи роббил аламин.